Услышать голоса травы пытались в молодежном театре. Что сказал на это московский критик? Как главный художник обернулся поэтом острые эпиграммы Сергея Балмазова и мастерская «Тени отца Гамлета». Теперь народная музыка – это шансон, сетуют виртуоз русской балалайки. Интервью с Алексеем Архиповским. В жизни есть много хорошего, и мы вам это покажем без политики. Доброго дня! Жители Краснодара обнаружили в почтовых ящиках послания из прошлого. Газету «Екатеринодарские ведомости». При более близком знакомстве выяснилось, что новости современные, хоть и написаны в стиле 19 века. Тираж новой газеты небольшой, тысяча экземпляров, да и выходить она будет раз в три месяца, но издатели и не видят в ней бизнес-проект. Вот они, преподаватели одного из вузов, музыкант и художник, выпустили газету на собственные деньги и утверждают, что прибыль здесь не главное, важно найти свою аудиторию. Темы первого номера читателю прекрасно знакомы. Заседание полицейского управления, проблема пробок и ветхого жилья. Формат издания в точности повторяет кубанские областные ведомости. В середине 19 века, говоря современным языком, это было самое рейтинговое издание. Текст, написанный сегодняшним языком, проглатывается. Они не цепляют его сознание. А здесь вот эта сложность при чтении, которая существует и на уровне, допустим, синтаксисов, на уровне шрифта, она как бы растормаживает, она заставляет хотя бы задуматься, а почему тут написано. Следующий номер Екатеринодарских ведомостей выйдет в июне, и уже известно, что одной из тем номера станет открытие ночи музеев. Одни пришли, чтобы увидеть провал, другие – интересную постановку, и только актеры ничего не ждали. Они играли по полной и надеялись, что зритель это оценит. В Краснодарском молодежном театре показали долгожданную премьеру спектакль «Голоса травы» по повести Трумана Капоты. Его поставила не так давно ставшая главным режиссером театра Ольга Глубокова. После премьеры актеры, журналисты и критики обсудили постановку. И вот зачем на сцене дул ветер? И услышали ли зрители «Голоса травы»? Анна Горлова расскажет. Лежа на красно-желтой листве, Колин прислушивается к шепоту травы и вспоминает, как все началось с ссоры. После смерти родителей разошлись его самые близкие люди – тетушки Долли и Верена. «Уйдем! Куда? Куда ты пойдешь, бедняжка? Я знаю, такое место! Иди! Иди!» Мягкая Долли впервые решилась возразить сильное верение. Она ушла и повела за собой таких же неугодных обществу и непонятых близкими. Они нашли свой Эдем в доме на дереве. Эти несколько дней, проведенных ближе к небу, изменили их жизнь. Актер Алексей Замко, он играет Колина, уверен, его герой, как и все персонажи спектакля, ищут лишь одного. Верена, она ведь, она разве хотела зла? Нет, она хотела добра, она хотела заработать, хотела, чтобы было все хорошо. И Долли не хотела уходить, оставлять или там еще что-то делать плохое. Она хотела оставить себя, потому что ее нарушают, ее разрушают, и все мы хотим любви. Но ведь ветер мы сами и есть! Он сбирает все наши голоса, запоминает их, а потом шевели на листву, на деревьях и травы в полях, заставляет их говорить нашими голосами. Ветер перемен не так давно бушевал и в самом театре. Актеры не принимали нового режиссера Ольгу Глубокову. Несколько человек уволились. Для желающих поучаствовать в новой постановке было немного. Может быть, поэтому в «Голосах в травы» играют три актера из других театров. Мастер моноспектакля Равель Геледзиддинов, например, сыграл судью. Он должен был обвинить беглецов, но встал на их сторону. Его героя полюбила даже московский критик Ирина Багратионов-Хронели. Она специально приехала, чтобы оценить премьеру. Один из персонажей, который в открытую говорит зрителю все то, ради чего ставят и спектакль. И вот удержаться на грани от того, чтобы не пережать, не показать какие-то излишние акценты, это очень сложно. Едва переодевшись и смыв грим, актеры заняли зрительские места. Обсуждение премьеры, первой после назначения Глубоковой, провели не отходя от сцены. Встановка сложная, несколько сюжетных линий и много персонажей. Но столичная гостья удивила. Критиковать тут нечего. Режиссер Глубокова после таких слов воспряла духом и открылась. Почему сделала ставку на капоты? Главное ведь ставить то, что нравится. То, что откликается на сегодня, то, о чем хочешь говорить. Поэтому и берется литература. Правда, местным ценителям не хватило продуманности образов, яркого финала и конфликтов. Но их молодежки сейчас и без того хватает. Сегодня актерам театра, может быть, стоило бы научиться другому. Услышать сквозь бурю страстей шепот травы. Анна Горлова, Сергей Целиков и Олег Перминов. Факты без политики. Пснодар. А вот в драмтеатре опять шекспировский вопрос. Быть или не быть? Там прошел закрытый показ новой версии спектакля «Мнимый больной». Постановку посмотрели артисты, театральные деятели и журналисты. Режиссер Иван Осипов доработал спектакль. В итоге на сцене появилось два экрана. А голос за кадром поясняет, что происходит с персонажами на сцене. Однако вопросов к мимому больному и к самому режиссеру меньше не стало. Истории нет. Сидеть, стоять на сцене тяжело, ребят. А после премьера два дня мне было не по себе. Ну зачем же вы пишете, Мольер? Напишите, Ось. И мы будем вам аплодировать. А еще если в малом зале, так прям стоя. Премьера спектакля, которая состоялась 8 марта, с треском провалилась. Зрители стали уходить уже после первого отделения. К финалу постановки в зале осталось всего 150 человек. Хотя изначально была продана почти тысяча билетов. Мнимый больной Мольера в интерпретации питерского режиссера Ивана Осипова сильно отличается от классической версии. Герои носят современные имена, имеют двойников и блуждают на сцене среди гигантских грибов. Такая трактовка не понравилась зрителям. Да и актеры на репетициях с трудом понимали, чего от них хотел режиссер. Однако, как показал закрытый просмотр спектакля, Иван Осипов не принимает претензий в свой адрес и считает постановку удачной. Ни один человек сейчас не сказал и не сказал 8 числа, что были, так скажем, вопросы к актерам, или что-то было не так, или что-то, как бы, они были убедительны. После закрытого показа коллектив и руководство театра к единому мнению так и не пришли. Нашего следующего героя называют «Тенью отца Гамлета». Главный художник Краснодарского драмтеатра так сложилось, жил там, за что и получил шекспировское прозвище. Сергей Абалмазов отмечает 20-летие работы в театре. Он предстал перед зрителями в новом амплуа – поэта и писателя. На творческом вечере главный художник примерил шапку Мономаха, всполнил детство и рассказал, о чем мечтал. Зачем художник выходит на темную сцену и что объединяет Абалмазова с Менделеевым, узнала Екатерина Славянская. «Святая святых» – кабинет главного художника, но, судя по обстановке, скорее обитель творчества. Афиши спектакля «Остров», «Даумвей», а вот макет к постановке «Чудаки». Несмотря на массивность декораций, они передают неустроенность быта. В каждом сантиметре видна рука творца. К примеру, непрезентабельный вид из окна заменил аквариум. Сергей Абалмазов работает в Краснодарском театре драмы уже 20 лет. Декорации к знаковым спектаклям, таким как «Легенда о великом инквизиторе», «Евангелие от Волонда», «Хитроумные влюбленные», «Чудаки» – его рук дело. Идея оформления постановок приходит порой самым удивительным образом. Сергей Абалмазов родился в Орле, в семье актеров, и с детства грезил о театральных подмостках. Но на актерское отделение не поступил. Мечта сбылась в Краснодаре, а Абалмазов начал работать художником в театре. Когда гасли софиты, он выходил на сцену и писал. Производит удивительное впечатление. Вот когда на ней ничего нет, это так будет фантазию. Здесь же и рождаются иногда эпиграммы. Актриса любит мусы, грации, высокомерно поучать и учит. Талию смеяться, а терпите хор и танцевать. Стихи и эпиграммы как отдушина для художника. Правда, из-за них Абалмазов покинул Орловский драмтеатр. Главному режиссеру не понравился острый язык автора. Краснодар поэта принял, но не сразу. Не просто едкая. Он меня с самого первого дня прихода моего в театр, он меня забросал своими замечательными эпиграммами. И да, наверное, это иногда бывает кольнет, обидно. Но лично я стараюсь найти в этом суть. Значит, что-то не так делают. Абалмазов признается, его стихи – это жизненные зарисовки. На творческом вечере автор представил не только поэзию, но и прозу. Монологи от разных лиц рассказали о самом близком. В театре и событиях в нем. Каждого режиссера я встречаю с распростертыми объятиями, кубанским хлопосольством и открытой душой. И признаюсь, мне их рассказы о будущем проекте и вселенском успехе зачастую нравятся гораздо больше, чем результат. Государственных наград и званий у Сергея Абалмазова пока нет. Но почетные гости вечера из Краевого министерства культуры недвусмысленно намекнули, что в сентябре на 65-летие художника с пустыми руками. Екатерина Славянская, Олег Перминов, «Факты без политики», Краснодар. Совсем скоро мы встретимся с виртуозом русской балалайки Алексеем Архиповским. А пока вот о чем. Переговоры – это тоже спорт, причем прибыльные. Жесткие игры краснодарских бизнесменов. Сакрально и межнационально, как две страны, Россия и Индия, сплелись на одной выставке. И, наконец, кто ревел за тираннозавра? И зачем очернили лебедя? Узнаем в рубрике «Афиша». Всего 25 минут, чтобы найти общий язык. В такие условия поставили участников турнира по системным переговорам. Их оружие – не копья и не мечи, убедительная речь, законы и знания психологии. Сразиться согласились 16 краснодарских компаний, каждая выставила по три переговорщика. Им выдали так называемые кейсы, то есть предлагаемые обстоятельства, и теперь их задача – мастерски уладить конфликтную ситуацию. Как только команда проиграла, она выбывает из состязания. Это классическая олимпийская система. Да и оценки здесь выставляют почти как в спорте. Все команды договариваются, все команды, по сути дела, там очень хорошо показываются. Ну, в среднем, там, 7-8 баллов – это точно, как бы у всех. Если я говорю, что команда – все сильные. Переговорщики будут сражаться каждую неделю, пока не определят победителя. В мае лучшая команда получит 2000 долларов. В Краснодаре представили духовную культуру России и Индии. Экспозиция с таким названием объединила более 170 работ. Это живопись, фотография, роспись по дереву и чеканка. Их выполнили современные художники из России, ближнего зарубежья и Индии. На выставке можно увидеть как классические натюрморты с цветами, так и абстрактные изображения мандалы – сакрального символа индуизма. Работы самых разных жанров и техник отражают контрасты двух великих культур. Вы можете видеть здесь портрет, к примеру, будущего Майтрея из буддийской традиции. Но тут же рядом изображен православный храм. Казалось бы, несовместимые традиции религиозные, очень разные традиции, но тем не менее объединены они как раз вот этим истоком, способностью, человеческой способностью любить. Выставка будет открыта в Центре сотрудничества и развития Гринкова до 7 апреля, а после часть экспозиции будет передана в дар одному из ведущих музеев Индии. Далее в программе эксклюзивное интервью балалайшника-виртуоза Алексея Архиповского. Но прежде мы расскажем, как зародилась его любовь к народному инструменту. А зародилась она в Туапсинской школе искусств. Учитель Алексея Архиповского Евгения Кулешова рассказала нам, что музыкант поступал на фортепианное отделение, но оно оказалось переполненным и его отправили на год к балалайшникам. После близкого знакомства с русским народным Алексей не смог придать инструмент, и дружба переросла в серьезное увлечение. Как у музыканта у нас принято, он переиграл меня уже в третьем классе. И к концу пятого класса он исполнял произведения, которые исполняют учащиеся в музыкальных училищах уже на третьем-четвертом курсе. Алексей быстро освоил технику, и учителю оставалось научить его вкладывать душу в каждую композицию. Еще в школе будущий виртуоз стал играть такие сложные произведения, как «Пляска смерти» Сен-Санса. Талант Левого Архиповского даже перевели в группу фортепиано, где преподавали углубленные изучения сольфеджио, и именно он ввел традицию играть сольные концерты в школе. Сейчас здесь подрастает новое поколение балалайшников. Мы посмотрели в интернете, я посмотрела, мне очень понравилось, как он играет. Мое любимое произведение у него – это «Дорога домой». Ну, я, наверное, хочу стать лучше, чем он. Возможно, слава туапсинца Алексея Архиповского, который играет джаз и рок на балалайке, с концертами объездил полмира, выступал в русском доме во время Олимпиады в Ванкувере, привлечет внимание к трехструнной. Но пока отделение народных инструментов по-прежнему не пользуется спросом. Интересно, что у самого Алексея совсем другая версия дружбы с балалайкой. Об этом и не только мы поговорили в гримерке артиста за полчаса до концерта. Добрый день, Алексей. Добрый день. Я сейчас слушал, как вы готовились к концерту, и такое ощущение, что балалайка у вас в руках разговаривает, как человек. Ну, я бы сказал, что это я разговариваю через балалайку. Со мной балалайка вряд ли разговаривает. Она посредник такой. Ну, она и есть язык мой, наверное. А у меня даже возникло такое ощущение, что можно задать вопросы балалайке, и она ответит. Вот, может быть, музыкально это возможно? Ну, вот я все вопросы собираю, внимательно очень запоминаю и на концертах отвечаю. Балалайкой? Балалайкой. Только балалайкой, потому что я, ну, как бы, у меня один из принципов – я на концерте не разговариваю. Я говорю только звуками. Насколько я знаю, у вас непростой инструмент. Вы можете рассказать? Это инструмент достаточно старый, даже для балалайки 1902 года рождения, изготовлен он Семеном Ивановичем Налимовым, кто и, в общем-то, один из тех людей, который придумал этот инструмент. То есть они его в начале 19 века с Василием Васильевичем Андреевым взяли из деревни и сделали из него вот такой вот инструмент смешной, треугольный, каких мало вообще в мире, я не знаю больше треугольных инструментов, с тремя струнами, две из которых одинаковые. Ну, такой вот руссконародный. Он еще и электро. Ну, вот последние четыре года он становится электрифицированным. Но эта история, в общем-то, повторяющаяся, так что гитаристы проходили это лет 60 назад. То есть балалайка сейчас проходит то, что гитара… То, что проходило, да. То, что, ну, как обычно у нас это бывает немножко с опозданием. Да-да, собственно, Россия проходит тот же путь, который Запад… Проходил лет 500 назад. А как у Вас вообще, вот, как сказать, позитивное мнение о будущем? Балалайки. Балалайки и страны нашей, раз они уж так близки. Поскольку я играю на ней, мне было бы грех, конечно, как-то думать негативно об этом. Много трагического я слышу в этом звуке. Много смешного и недоразумений много, как бы тоже связанных с балалайкой, я имею в виду. Вот, так что, ну, есть надежда на то, что, во всяком случае, во всем, вот, я играю во многих уголках, там, и нашей страны, и мира, и, в общем, во многих местах она вызывает и улыбку, и хорошее ощущение, и достаточно позитивный настрой после концерта. Да, вот, кстати, интересно, как воспринимают за рубежом. Вот, ведь у нас отношение к балалайке особое, оно там отягощено какими-то дополнительными коннотациями. Да, оно отягощено всевозможными символами, брендами, там, шариковым, я не знаю, ну, то есть Советским Союзом, инструментом рабочих и крестьян и прочее. Вот, ну, я стараюсь на своих концертах эти шаблоны разбить как-то и показать, что это инструмент музыкальный, хоть он и треугольный, и струн у него не так много. Ну, я встречал инструменты с одной струной, там, китайский один мастер мне показывал урок игры такой на однострунном инструменте, он на нем практикуется всю жизнь и достиг каких-то определенных результатов. А как все-таки сделать, вот вернемся к говорящему инструменту, как сделать так, чтобы в руках инструмент заговорил? Ведь это не у всех получается. Ну, наверное, это вопрос, который должен каждый музыкант решать своей жизнью, каждый писатель своей жизнью. Как в слове сказать то, что ты чувствуешь. Не просто красиво сказать, а так, чтобы тебя понял кто-то, вот, собеседник или слушатель, или зритель, который приходит на концерт, они слушают. Вот, ну, в наше время достаточно трудно удивить просто игрой на инструменте, да. Уже и четырехлетние дети играют на пианино так, что взрослые могут позавидовать. Вот, поэтому нужно делать нечто такое более, наверное, сокровенное, более интимное, более правдивое, чтобы как-то играть вот так, чтобы приходили к теме. Вы сказали, что в балалайке много, кроме всего прочего, еще недоразумений. Какие недоразумения вспоминаются? До самого начала, в общем-то, знаете, первое упоминание о балалайке, это примерно 1648 какой-то год. И первое упоминание в летописи о том, что этот инструмент, на этом инструменте играли двое, значит, ребят, сидя на телеге и проезжая через Яусские ворота. Причем изрядно выпившие и бронили милиционеров, или как там, стрельцов, а не стрельцы были, да. Вот, и бронились, значит, с этими стрельцами, играя на этом инструменте, за что были схвачены, там, биты, там, инструменты отобраны, как бы, ну, вот. Вот так началось испание. С этого недоразумения, да, в общем-то. И началось все. Потом, почему он стал там рабочих и крестьян инструментом, хотя в конце 19-го, начале 20-го века, это был очень популярный инструмент в интеллигенции, как бы, я бы так сказал. А вот вы для себя, почему выбрали именно балалайку? Я не сильно выбирал. Так получилось, так сложилась судьба. Мне было 9 лет, меня привели в музыкальную школу, чтобы мальчик не болтался на улице. По классу аккордеона я должен был пойти, по следам отца, который играл всю жизнь на гармошке, потом на аккордеоне в 50-х годах. Вот, но я был маленький, не потянул этот инструмент, был побольше меня, как бы, и вот мне дали временно поиграть вот на этом инструменте, на балалайке. А я так как-то вот его почувствовал своим, и мне он понравился. И сколько лет вы его уже держите? С 9 лет. Держите. С 9 лет это, так, срок приличный. Большой. А 9 лет, это вы в Туапсе пошли? Это в Туапсе я пошел. Вы же наш земляк, получается. Да, 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 совершенно верно. А какие-то воспоминания с детства остались? Ну, конечно, как... А еще одно из моих недоразумений, наверное, это то, что, играя на балалайке, я имел очень такое относительное понятие о русской зиме, например, да? То, что снег, там, мне скорее ближе, там, Николу Паганини, которая там итальянская природа, где море, солнце, горы, да? Это не совсем русская история. Так что для меня было такое испытание поехать потом в среднюю полосу и понять, что балалайка, это еще и нечто национальное. А что вспоминается вообще из того времени, когда вы жили здесь, на Кубани, в Туапсе? Что вспоминается в детстве? Что вспоминается в детстве? Ну, первые какие-то... Первые... Ну, музыкальная школа, конечно, это школа, где вот этот интерес как-то к этому инструменту у меня так достаточно быстро возник. И я ездил, кстати, в Краснодар достаточно часто, здесь были какие-то конкурсы, краевые конкурсы, там, вот, исполнители на народных инструментах, что-то такое. Вот. Ну, а так, море, море. Если смотреть на музыку, как на огромное мировое явление, да, и российское, как бы вам хотелось, чтобы здесь развивалось? И как вы видите, может быть, будущее ближайшее? Ну, во-первых, мое большое желание, как бы, и убеждение, что национальная культура в государстве, в любом, в любой нации, должно поддерживаться на уровне государства, развиваться и поддерживаться, как это, в общем, происходит во всех странах мира. Ну, у нас, к сожалению, этому удивляется, мне кажется, мало значения. И развиваются, развитие, как бы, одного жанра в стране, мне кажется, несколько абсурдным. Одного, какого именно? Я имею в виду, конечно, шансон, попса, да. То есть у нас шансон государственный. Это абсолютно так. Достаточно посмотреть государственные каналы, чтобы понять, что это именно так. Ну, мы закончили на грустной ноте, но не хотелось бы на ней заканчивать, поскольку мы люди веселые, позитивные, терпеливые. И, в общем, не глупые, наверное, вообще русские люди. И я надеюсь, что опыт исторический, и в том числе культурный опыт, не позволит нам, как бы, кончать все на грустной ноте все время. И балалайка все-таки станет символом интеллектуального развития. Я думаю, что балалайка пойдет своим путем каким-то. Вот дай бог, чтобы он был не один, чтобы он не был ограничен только, скажем, этнической музыкой. Только. А чтобы он, как и любой человек, мог быть разносторонним. Да, вот инструменты, они как люди тоже, как нации тоже, они не должны быть ограничены. У них есть все возможности, чтобы быть разнообразными. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Алексей Архиповский, мастер-виртуоз русского инструмента балалайки. Кстати, в этом году Туапсинской музыкальной школе исполняется ровно 60 лет, и ее ученики и учителя хотят пригласить на юбилей Алексея Архиповского, чтобы услышать его волшебную балалайку там, где все начиналось для него. Ну а у нас в студии Полина Каратенко с рубрика «Афиша». Добрый день. Здравствуйте, Артем. Алина. Вы знаете, мне кажется, это вполне возможно, вот приезд Алексея в Топсы, потому что для этой поездки ему даже не придется разлучаться с супругой, потому что она его звукорежиссер, собственно говоря. Интересно, интересно. А кто еще навестит нас на будущей неделе? Об этом расскажу прямо сейчас в рубрике «Афиша». В кинотеатрах опять воскреснут динозавры. Парк юрского периода Стивена Спилберга перевыпустили в 3D. Десять лет назад фильм уже был новаторским. Люди подскакивали с кресел при виде многометровых животин на экране. Аниматронная модель тираннозавра достигала 6 метров в высоту и 12 в длину. Чтобы воссоздать рев такой махины, пришлось коллективно потрудиться слону, тигру, аллигатору. А вот вздохи рептилий озвучил Кит. Теперь доисторические гиганты стали еще страшнее и объемнее. С тематическими парками всегда так. Но, Джон, если ломаются пираты Карибского моря, пираты не пожирают туристов. В Сучьи в Краснодаре можно увидеть редкий концерт. В гастрольном турне группа «Сурганова и оркестр» отметит свое десятилетие. Выступление пройдет в формате творческой встречи. Светлана Сурганова споет «Полюбившиеся нетленки», оркестр украсит их новыми аранжировками, а фанаты смогут пообщаться с долгожданным кумиром. Стиль своей группы Светлана Сурганова определила как «Вип-панк декаданс». Это символичные философские тексты, обыгранные с хулиганским драйвом для элегантных и думающих людей. Конь педальный, мясорубка детская и другие игрушечные раритеты расположились в музее имени Коваленко. Частную коллекцию старинных игрушек представила жительница Краснодарского края Ирина Киек. Влечение куклами началось с детства. Ирина была очень бережливым ребенком и за 30 лет удалось собрать более 300 экспонатов со всего мира. Это куклы, пупсы, мягкие медведи и все необходимые предметы игрушечного быта. Например, педальные машины времен СССР и эксклюзивный советский кухонный гарнитур. Путешествие по скрытым глубинам сердца и разума приглашает группа Shanti People. Она сочетает древние ведические тексты с электронными ритмами, эдакие этнические драмы и бейс. При этом каждый трек пропитан сакральным смыслом. Это своеобразные мистические молитвы, мантры. Shanti значит умиротворение и спокойствие. Музыкальные вибрации экзотических инструментов способствуют медитации. Кроме того, перед концертом проведут семинар по йоге звука, а после покажут огненное шоу и угостят праздничным тортом. Понедельник день веселый. Открыть рабочую неделю с хохмы предлагают ночные заведения. Болваниться на одну ночь можно в рок-баре. Организаторы уверяют, 1 апреля – единственный день в году, когда быть дураком по-настоящему модно. Пришедших ждут смешные ролики, позитивная музыка и уютная атмосфера. Петь во что бы то ни стало предлагают в караоке Япи. 1 апреля любители горланить ждут шуточные экзекуции. Гостям предложат исполнить песню на беговой дорожке или окунувшись в кремовый торт. Самых отчаянных пивунов ждут весьма ценные призы. Лебединое озеро очернили в буквальном смысле. В балете «Черный лебедь» партию «Темная птица» исполняет бразильская балерина Паула Демиани. Никогда доселе на нашу сцену не ступала «Темная нога в пуантах». Кроме экзотической танцовщицы, в представлении участвуют солисты пяти крупнейших театров России. Зрелище представляет из себя симбиоз балета, поэзии и оперы. В первом действии артисты раскроют лебединую тему, во втором акте покажут другие шедевры мировой балетной классики. Ну, «Темные краски» — это не всегда плохо, ведь они могут добавить контраста в вашу жизнь. И все же, что касается предстоящих выходных, хочется пожелать, чтобы они были у вас белыми и пушистыми. Всего доброго. Удачи. Продолжение следует...